Нардеп Вадим Рабинович не внес в ежегодную декларацию депозит в одном из израильских банков. Соответствующие документы сегодня появились в сети, на что Рабинович потратил деньги и что ему грозит за регулярную забывчивость. Об этом далее в нашем материале. Нардеп Вадим Рабинович не внес в свою декларацию депозит в израильском банке. Об этом сегодня утром на своей странице в фейсбуке написал журналист Василий Крутчак. Также он опубликовал копии подтверждающих документов, переведенных и заверенных в Украине. По словам журналиста, во время своей поездки в Израиль, где он, кстати, сделал фото возле виллы Рабиновича, они вместе с адвокатом отправили запрос в управление по делам корпорации израильского Минюста и получили в ответ эти документы. В них четко указано, что еще в 95-м году Вадим и Марина Рабиновичи открыли в банке АПАОЛИМ депозитный счет на 99 лет. Сумма депозита – банковская тайна. А через некоторый час, это тоже из этих документов чётко можно проанализовать, побачить, они, данный заставный депозит, дают банку заставу, за что отримают живые деньги. На документе под номером 5 так же щитко видно, что на сегодняшний день кредит, который они отримали, с их стороны не повернуто. Тобто, он не закрыт, эта застава, и это означает, что они не выполнили все условия, то есть они не повернули кредит. Почему Вадим Рабинович не повернул кредит? Снова же, это для меня пока что загадка, возможно, просто забыл. Но что это для него, как для представителя Украины, как для народного депутата? Это, как минимум, есть тут знаки коррупции, оскільки он в своей щоречной декларации, ни вказал, что у него есть закордонный банковский рахунок. Журналист обращает внимание на то, что Рабинович и его жена на тот момент уже были гражданами Израиля. Это видно по идентификационным номерам в документах. А чтобы он не скрылся от украинского правосудия, нардепы взяли это под свой контроль. Год. Я ежедневно утверждаю о том, что Рабинович и его окружение не имеют права быть в украинской политике. Это моя твердая, четкая позиция. Мои аргументы. Двойное гражданство – это первое. Второе. Он прячет свои настоящие доходы от простых украинских граждан. Что значит прячет? Это значит, что по нему по дивидендам не платятся налоги. Это значит, что простой учитель, простой врач, простой шахтер, простой житель любой точки, в любой точке нашей страны не получает пенсию, не получает зарплату, не получает социал. Я направил уже обращение в Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру, Национальное агентство по предотвращению коррупции. И я все сделаю для того, чтобы в кратчайшие сроки мы добились рассмотрения моих заявлений. И он был наказан по закону. Напомню, это уже не первый раз, когда лидер партии «За життя» забывает внести ведомости о своих активах и имуществе в декларацию. Журналисты уже неоднократно писали, что в его ежегодных отчетах нет ни вышеупомянутой виллы вблизи Тель-Авива, ни особняка в Конче-Заспе, который он арендует за 10 тысяч долларов в месяц. Ни дома в элитном районе столицы площадью в 700 квадратов. Правоохранительные органы расследуют уже пять уголовных дел, открытых против Рабиновича. Ведь за его плечами махинации с покупкой земли, многомиллионные поездки за границу, о которых, к слову, в декларациях тоже не слово. Коллеги Рабиновича требуют, чтобы дела расследовались как можно быстрее. Ведь больше года тому назад стало известно, что у депутата двойное гражданство. И в любой момент он может уехать в Израиль и избежать наказания в Украине.